Больше века тушат пожары и спасают людей. Третьей пожарно-спасательной части столицы исполнилось 110 лет. Моя коллега Виктория Хайрулина побывала у нее в гостях, познакомилась со старожилами подразделения и узнала, как работает одна из старейших пожарных частей столицы и что она повидала на своем веку. О ретроспективе пожарного дела и развитии мастерства пожарных смотрите далее. Максим Голиков уже 21 год служит пожарным. Выбор на такую профессию вполне случайно. Мужчина с детства мечтал стать огнеборцем. По распределению попал в третью пожарную часть, которая является одной из старейших в Москве. На днях ей исполнилось 110 лет и Максим с удовольствием поведал нам об истории создания подразделения. Третья пожарно-спасательная часть была вновь выстроена в 1914 году. Раньше она называлась Бутырская, потому что район назывался Бутырки. Сохранилась пожарная кланча, на ней несли службу пожарную, смотрели за горизонтом, нет ли нигде дыма. По документам, тогда еще деревянное здание соорудили в далеком 1893 году. А уже в 1913 было принято решение снести постройку и возвести пожарную часть из камня. Кстати, в нескольких метрах от нее располагается та самая кланча, откуда огнеборцы вели круглосуточный дозор. И пока одни наблюдали за городом свысока, другие ожидали выезда. Насколько я понимаю, в 1914 году пожарных машин еще не было. Что располагалось на этом месте в те времена? В пожарном дупо здесь располагались лошади, повозки, в караульном помещении хранилось сено, а на заднем дворе на улице был пруд пожарный, оттуда набирали пожарную воду. За годы менялось многое, но неизменным оставалось одно – готовность прийти на помощь к попавшим в беду. В условиях, где счет идет на минуты, спасатели должны отработать по максимуму. А для того, чтобы не допустить ошибок при выполнении задачи, огнеборцам необходимо оттачивать свои навыки. Для этого на базе подразделения регулярно проводятся тактические учения. Вот и сейчас пожарным предстоит вызволить из задымленной квартиры человека, которым согласилась на этой тренировке побыть я. И хоть ситуация условная, огнеборцы должны действовать так, как если бы это случилось на самом деле. Первый, на этаже плотное задымление, высокая температура, проложен водяной ствол, работает взыно. Через считанные секунды из условно задымленной квартиры меня вынесли. В таких ситуациях, помимо физической подготовки, спасателям стоит уделять особое внимание и психологической. Если при выполнении своих основных задач боевых, где-то как-то они что-то упустили, в частности, травматизм граждан, либо смерть, гибель, то в таком случае очень, так скажем, серьезную психологическую травму получает на самом деле личный состав. То есть они винят себя, то, что они являются как бы виновниками того самого, где-то они что-то не подуспели, либо еще что-то. Отдельное внимание следует акцентировать и на технике, с которой работают спасатели. Помимо хорошо знакомой всем трехколенной лестницы, используемой в основном для тушения пожаров на высоте второго или третьего этажа, есть машины посерьезнее, к примеру, коленчатый подъемник. Он применяется в случае возгорания повыше. Как правило, это четвертый, пятый, шестой и далее этажи. О, как работает на такой высоте? На такой высоте мы стараемся соблюдать технику безопасности, не отвлекаться, смотря вниз и соблюдать намеченные цели. Прожить одну жизнь, спасти тысячи – негласный девиз пожарных. Каждый день они сталкиваются с, казалось бы, самыми опасными задачами и не раздумывая бросают вызов огню. Ведь кто, как не спасатели, не понаслышке знает цену человеческой жизни. Виктория Хайрулина, Дмитрий Коновалов и Дмитрий Камский. Москва, 24.